С началом боевых действий на востоке страны ритм жизни в этом госпитале в корне изменился. Работать медиком здесь приходилось в режиме нон-стоп. Раненые с передовой шли бесконечным потоком. Было очень много раненых. Они приезжали постоянно, прилетали вертолетами, всем чем можно. Можно везли машинами, наши машины, волонтерские машины, бесконечный вой сирен. Это постоянно. Училить в перевязочную, в операционную. Это была работа на износ. Медсестре Наталье Балычевой кроме работы в госпитале пришлось даже побывать в зоне АТО. Причем дважды. Признается, поначалу было сложно. Вся ситуация – это очень сложно. Абсолютно вся. Это начиная от того, что ты оставляешь семью, ребенка, уезжаешь неизвестно куда, живешь в таких условиях, не знаешь, что происходит дома. И, наверное, страшнее всего, что ты понимаешь, что страшно будет, когда это все будет в твоем доме. Инна Балабанова – кардиолог-терапевт. В зоне АТО в 2014 году провела три месяца вместе с мобильной группой. Спасала жизни раненых в Луганской области. Конечно, страшно было. Кто говорит, не страшно, не верьте, всем страшно. Просто нужно справляться со своими эмоциями. Справляешься. Вначале ничего, берешь себя в руки, держишься. Ну, что делать? И несмотря на то, что многие женщины-медики, спасая чужие жизни, рисковали хоть и недолго своей собственной, их пребывание на передовой теперь еще нужно подтвердить. Наши женщины-медики, они в зону АТО ездили с самого початка, и их участь именно в АТО на данный час подтверждается, потому что тогда еще не было такого выяснения, как в зону АТО. Они ездили с самого початка. По-дальше мы не могли своих женщин, медленных працанков, отправлять в зону АТО, потому что у нас было очень много работы тут. Вертолетами, реанимобилями, как и прежде в этом медучреждении, продолжают доставлять военнослужащих. Хотя такого массового наплыва, как это было раньше, сейчас нет, утверждает врач-травматолог Александр Бородай. В последнее время раненых поступает значительно меньше. Соотношение где-то, наверное, один к десяти, наверное, не больше. Но травмированных поступает довольно большое количество, потому что боевая подготовка идет, строятся фортизационные сооружения, обслуживается техника, и как обычно, в обычной жизни люди получают травмы. За все время АТО через госпиталь прошло более шести тысяч раненых бойцов. Инна Степанишина, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости.